Мы входим в восточный Кливленд, самый криминальный район нашего города. Если вы интересуетесь нелегальной наркотой, проституцией, перестрелками, блядь, передел территории продажи, то вам как раз сюда. Она хочет жесткий хуй, жесткий дуб мой жесткий пульт, это жизнь я синий задаль, я кручу ебучий руль, если ты не за рулем, завали ебало, я поехал за фрулем, для Димы Билана поставляю на район, русский рюк это вдвоем, но потом я с ней вдвоем, эта киса выдаем, эта киса мою гуси, я ныряю в эту кусь, твоя хоми гуси, я рыгаю, ты не стучи. Чёрные они не всегда такие замечательные, с ними очень, ну они отличаются от нас, много нормальных, но много совершенно ужасных федерастов, с которыми сложно найти общий язык, по-моему здесь было что-то вроде церкви. Дом номер один, кто-то заселился, с разрешением или без непонятно, появилась машина, появился провод электрический, который откуда-то тянется, откуда-то они воруют электричество, двери и окна закрыты. Таким образом, я думаю, соваться туда не стоит, потому что возможно кто-то живет, вот еще какой-то шланг водяной торчит снизу, то есть скорее всего здесь кто-то складится. Вот, здесь кто-то даже живет в этих древних домах еще, а здесь через дорогу просто, посмотрите, какое великолепие, вот об этом я вам говорил, вот что-то со мной видимо не так, что меня не тянет в музеи и рестораны со стейком, а вот такие вот места влекут. Следующий домик, как видите, как был, так и остался, год выборов и тот факт, что везде все починили, перестроили, подлатали, кое-где воздвигли по Темкинские деревни, не коснулся этой красоты. Все как было, так и осталось, бутылки, раньше было больше коньяка, сейчас пиво и вино. Угнать, сука, катафалк, блядь, вот это, блядь, влог бы получился, а, вы только прикиньте, нахуй, катафалк, блядь, судя по замку это, ну да, это Линкольн, это Форд, ребята, это Форд. Опять катафалк, тут очень часто хоронят, вообще у черных это такой бизнес популярный. Стрелять друг к другу, когда делят территорию, как в фильме «Воднажды в Америке», и хоронить потом с почестями. Обычные дела. Вот, еще один дом-монстр, авеню Ювклид, прекрасно сохранившийся особняк, крепкого кирпича. Где-то недалеко в этом районе, в этом районе, рассматривали делюгу клилонской знаменитости Тони Сауэлла. Он заебошил 11 женщин, передушил и прятал в одном из таких домов. Зато явно разрушился дом через дорогу. Субтитры сделал DimaTorzok а вы только полюбуйтесь на эту креативность хотите верьте хотите нет но это дома основателя компании стендер пол рокфеллера джона кажется вот его последняя живая родственница здесь которая не за что не хотела уезжать с десяток лет назад умерла дом пустовал можно было залазить сюда еще год назад сейчас все заколотили после того как здесь срезали трубы да вот отсюда он начинался рокфеллер и его семейка я не говорю что это их единственный дом это первый здесь вся эта улица называлась улица миллионеров и здесь жили в цвет тогдашнего общества сейчас тоже в определенном смысле цвет тан-тан-тан-тан-тан санта-барбара что-то только нет скорее всего это чьё-то это кто-то собирает чтобы сдать сначала они боролись с рабством потому что здесь на востоке этот же ебучий рокфеллер пона открывал кучу заводов и нужны были пролетарии вот вот негров и раскулачили вернее южан раскулачили а неграм дали свободу короче говоря президент поменялся но восточный кливленд нет впору снимать кино в восточном а вот здесь видите дети вот живут рядом вот с такой фигней пора снимать кино он в восточном кливленде без перемен правда в этом году у нас еще выборы мэра мэра недавно внука поймали как он уезжал от ментов и отстрелился с автомата но мэр офигенный у нас я почему знаю потому что сколько я при трампе три года почти пешком ходила на велике за это время в городе отстроили целую кучу велосипедных дорожек в других я не говорю про этот район в других районах навели порядок посносили старые дома построили новые может быть к выборам мэра и до сюда дотянется рука власти а может быть и нет так внимание растущей экономики которая превратилась в основном в амазон купи продай отправь по почте это действительно одна из немногих отраслей я не считаю софты интернет-гигантов которые сейчас развивается а с другой стороны юг белые фермеры трампов электорат вы понимаете и вот эта страна вот то что я вам сейчас пытаюсь показать это вот такая вот так она разделена мы здесь двух шагах от этого university circle возможно подобные районы интересно снимать у меня почему-то все время тянет в какие-то мусорки в какую-то грязь не знаю почему это просто сейчас ранее солнечное утро и нет гарантии что меня кто-то не слышит сейчас и кто-то тут не живет несмотря на запреты и прочее а живут тут люди блять с оружием и как правило с оружием блять не зарегистрированы поэтому ни хрена ничего нигде не изменилось тут год выборов прошел для этого района зря нет я тут кружу по улицам потому что на машине почему я тогда ходил пешком а сейчас на машине потому что за езду без прав также сажают как раньше но не депортируют как сейчас поэтому риск уменьшился перемены формации обычно мои дорогие друзья происходят революции товарищи великие октябрьские социалистические или против рабов вы посмотрите вы только посмотрите где я нахожусь кажется вот отсюда я проходил год назад ровно и говорил что вот-вот грянет революция вообще я не великий человек в отношении логики математики если я что-то предсказываю то как-то инстинктивно потому что если люди живут таких условиях их все время сажают то эти люди легко могут сбунтоваться как не а и гайз дон к чему я вообще это все веду к тому чтоб созрело время перемены формации скачка вперед а он обычно чем сопровождается чем сопровождалась освобождение рабов правильно юг начал гражданскую войну с севером и сейчас конечно ситуация не совсем такая но и как пока у власти такой человек как трамп никак не о каком мирном плавном решении и речи быть нахуй не может надпись гласит из рейли гэн я ну чё америка стала снова великой спрашивают нас человек очень похожий на правозащитника мартина лютера кинга что-то пизданет что-то пизданет довольно жестко и что я вам хочу сказать ребята я очень надеюсь что мы станем свидетелями этого я надеюсь оказаться в гуще событий причем так чтобы у меня была большая езди карточка заряжена и пара запасных батарей хоми гуси я рыгаю напряжение если я на тусе значит я на свои тусе залетел на турничок залетел на брусья залетел на буль я выдал суки хуй я в моей плоти демон моей крови рэва чики-брики-данки сука я играю в нару они просят номер это номер моей карты жёсткий дрюс на этих сук жёсткий дрюс на этот звук ставил суки сделал звуки звуки вставил фрути улыбст она хочет джёсткий хуй тжёсткий дуп мой жёсткий буль это жизнь я Синезатор, я кручу ебучий рук В моих брекетах орешки После шоколада Я не чищу зубы Нахуй это надо Сука мне сосёт, музыка несёт Чистота зубов, то что не ебёт Поебать на универ Потому что мне там скучно, я одет Как будто дед И на мне плохая внучка Поебать на внешний вид Поебать на этикет Поебать на телефон Поебать на целый свет Люди, экономика, политика Ебать, тысяча бета, дин ответ Абсолютно поебать Нами скоро помирать Буду делать, чё хочу Этот мир не по зубам А мне где-то похую Я жёсткий дрюс на этих сук Жёсткий дрюс на этот звук Вставил суки, сделал зубки Звуки вставил в фрукте улыбку Вот, обещал вам показать Как выглядит Кливлендская Потёмкинская деревня То есть эти апартменты Не снесли, кое-как очистили Поставили здесь заборчики Свежий асфальт Это вот к году выборов готовились Явно, видите, здесь такие беговые дорожечки Для велосипедов Очень удобно Культурно И вот эти дома Как были Так и остались Смотрю тут местное телевидение Русскоязычное И даже Замечаю Вот те, кто приехал раньше То есть пизданулся из Советского Союза Времён Брежнева Хорошо здесь устроился Они с ужасом, блять С ужасом говорят С ужасом говорят О том, что Иммигранты надо срочно строить стену, блять Расстреливать их Травить их газом И так далее, блять Они не помнят Как сами приехали Здесь драйли туалеты Пока становились на ноги И не стали владельцами Таких вот домов Простите за Несинематографичность Съёмки И резкие движения камерой Это место Не Не аттракцион для туристов Скажем прямо Сейчас надо посадить на дорожку И в путь Библия Ух ты, колючки Вот, вот здесь Вот здесь очень удобно Будет Сегодня Frank Q. Jackson Was in Parma Municipal Court After a police chase Early Sunday morning The 24-year-old Grandson of Cleveland Mayor Frank Jackson Was stopped Because his car windows Were tinted too dark When asked to step out Of the car He fled the scene Pulling an officer Alongside the vehicle Выдал, суки, хуй Я Моей плоти демон Моей крови рэва Чики-брики-данки, сука